Региональные министры промышленности со всей страны вечером минувшей пятницы провели в Чебоксарах. У нас впервые прошло заседание Всероссийского координационного совета по развитию промышленности. Говорили о положении дел в пищевом машиностроении. И сегодня итоги этой встречи продолжают обсуждать не только в правительстве Чуваши, но и в других регионах. Глава Минпромторга России Денис Мантуров поручил провести инвентаризацию отрасли. По его словам, некоторые чиновники только в ходе подготовки к этому совещанию узнали, что в городах работают такие предприятия. В Министерстве промышленности России по итогам этого совещания собираются издать каталог продукции отечественного пищевого машиностроения, чтобы в стране знали, где что выпускается. Пока же многие регионы, не имея собственного производства, по привычке закупают зарубежное оборудование. К сожалению, мы практически не развивались в направлении пищевой индустрии. Мы прекрасно понимаем, что сегодня без развития этого направления будет крайне тяжело. Предприятия, которые модернизируются сегодня, которые сегодня строятся, вынуждены работать практически, если не на 100%, то на 90-95% на импортном оборудовании с применением импортных же технологий. Мы стараемся сформировать в Петербурге достаточно серьезную протекционистскую политику в отношении отечественного оборудования. Например, субсидируя процентную ставку по лизингу оборудования из бюджета Санкт-Петербурга, мы субсидируем 50% ставки для импортного оборудования и 80% ставки для отечественного оборудования. Например, это как мера поддержки как раз для отечественных производителей. По данным Минпромторга, на одну единицу российского оборудования приходится 7 машин иностранного производства. И даже несмотря на изменение курса валют, импорт в этой сфере в последние 5 лет только увеличивается. Правда, экспорт тоже растет. Мы ставим перед собой абсолютно реалистичную задачу к 2025 году занять как минимум 50% рынка российского. С учетом того, что есть и экспортный потенциал, а на сегодня из всего объема производства пищевого машиностроения порядка 30%, то есть треть, отправляется на экспорт. В правительстве страны говорят, что готовы протянуть производителям руку помощи. В этом году на субсидии для предприятий пищевого и перерабатывающего машиностроения выделят миллиард рублей. Также инновационные производства могут получить льготные займы из фондов развития промышленности, как федерального, так и региональных. В регионах нашего округа создаются аналогичные фонды поддержки промышленности. В регионах сейчас из 15 фондов, которые официально созданы в России, 5 созданы в Приволжском округе. 1,5 миллиарда Чувашская республика с не самым большим бюджетом в стране. Но понимая, что это один из основных инструментов инвестиционного развития региона, выбора точек роста, синергетического эффекта, 1,5 миллиарда заложили в бюджет на 2017 год. Создавая эти условия, дадим дополнительные инструменты нашим бизнесменам и на прорывные проекты, на инновационные проекты будут выделены соответствующие средства. До этого у нас, я уже говорил, Санкт-Петербург с объемом в миллиард рублей. Вот сейчас в передовике вышло Чувашия с полутора миллиардами рублей. Но коллеги из других регионов, послушав, уже замотивировались и будут стремиться перепрыгнуть эту планку. Пока же Федеральный фонд развития промышленности выдал займ только одному предприятию сферы пищевого машиностроения на научно-конструкторские разработки. Как говорили сами производители, появление новых видов оборудования – дело очень дорогостоящее, и без господдержки им непросто. Большая часть заседания прошла в закрытом для пресса режиме, но из разговоров в коридорах стало понятно. Руководители предприятий рассчитывают, что уж если государство обратило внимание на эту пока не очень большую отрасль, то 2017 год должен стать для нее переломным. Ольга Петрова, Павел Иритков, Вести, Чебоксары.